Она пропала сто пудов. Фу! А может она реально просроченная и не работает? Что-то я так переживаю. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня мы будем с вами красить волосы. Мы будем делать немного другой оттенок, который мне нравится больше. Я думаю, я надеюсь, что он получится тот, которым я красила когда-то давно. Но я же пересмотрела все свои прошлые видео, чтобы выбрать именно тот блонд, который я хочу. В прошлый раз мы красили. Он немножечко, знаете, как бы такой желтоватый. Ну, в смысле, немного пшеничный. Да, не желтый, а какой-то пшеничный. А я хочу чуть белее. Я не хочу холодный прям оттенок, но я хочу чуть белее. Поэтому я взяла красочку, увидела, вспомнила видео, где я снимала. Был 1281 номер, а не 1289. Ну, 1289 я тоже красила. Но 1281, по-моему, мне нравился больше. Он прям вообще такой классный, белый. Сейчас мы это увидим с вами. И красила я им на 6% свои корни. Они прекрасно поднимались. Далее. Сейчас все скажу, что у меня в голове накопилось. Вы мне и комментариев много пишите. Сейчас на все отвечу. Итак, мне на корни хватит половинки. Я буду делать 1 к 2. Вот у меня лонда. Здесь 60 миллиграмм, здесь 30. И я купила краску. У меня есть целая краска со скидкой. Может быть, во влоге я вам показывала. А оказывается, у меня еще половинка осталась с того аж раза. Слушайте, а я надеюсь, оно не просроченное. А что, если просроченное? Слушай, оно может быть просроченное. Ладно, я сейчас посмотрю. Это не буду тратить на это время. Так, еще смотрите, я чуть подзагорела. У меня стали белее зубки. Но я никак не сделаю зуб. Многие спрашивают мне, Селена, что ты зуб не сделаешь-то? А не сделаю, потому что мне надо заранее записаться к моему стоматологу. А я перед отъездом, и вся такая в попыхах, и просто мне некогда его сделать. Поэтому я поеду к любимому без зуба. Но у нас и не такое было, это не страшно. Я все равно красотка. Любимая и любящая. Так, что? Мы начинаем тогда. Разводим один к двум. А, 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 вот что хотела сказать. 12.81. Я уже поняла из ваших комментариев, что да, это осветляющая серия. Она работает только на 9 и 6 процентах. Только я не поняла, какой номер краски мне нужно взять, чтобы этим же оттенком я затонировала волосы по всей длине. Никто мне не может ответить на этот, блин, наипростейший вопрос. Ну и хрен бы с ним. Ничего, я не расстраиваюсь. Я возьму 12.81, покрашу корни. А потом просто проэмульгирую перед тем, как смывать на 3-5 минуточек, чтобы немножко взялся оттенок. Я надеюсь, у меня не будут сейчас холодные корни, ну, холодноватые, да, и желтые по длине. В общем, эксперименты продолжаются. Поехали. Я совсем забыла сказать. Мама Чоли меня красит. Она... А что ты мне не сказала? Так а молчишь. А я тебя слушаю, сижу. И тебе даже представляться не надо, да? Мама Чоли вечный мой помощник в окрашивании. Я уже вообще такая распоясалась, вообще не кайф саму себя красить. Всегда прошу маму, она делает это супер-пупер. Короче, мы не нашли, честно говоря, девочки, где здесь... Здесь вот такие только цифры есть. Я не знаю, вы сейчас, наверное, мне в комментариях сюрприз потом сделаете. Скажешь, Силя, так нельзя уже пользоваться. Смотрите сейчас. Вот, только вот такие цифры здесь. А срок годности 3 года. Ну, в общем, конечно, перед отъездом лучше не экспериментировать, но как же без экспериментов? Поэтому мы будем уже... Да что, нет. Она пропала сто пудов. Фу! Она же не такого цвета должна быть. А ну-ка, я сейчас... Откуда ты знаешь, как вам цвета будет? А у меня сейчас есть еще, я сейчас посмотрю. Ну-ка, смотри. Сейчас я до конца даже не буду. Покажи девочкам, какого цвета. А я помню, что она должна быть светлая. Она какая-то желтая. Сейчас свежую возьму. Фу! Воняет краской. Воняет даже. Ну, а ты говоришь, воняет. Так она воняет краской, а не чем-то другим. Ну, мне кажется, что... Ну, в смысле, может, она не так сильно воняла. Давай. Ну, она так, как должна вонять, так и воняла. Вот, целая 12,81. Подожди, она, по-моему, светлее. Это такой же цвет? Да. Ну, тоже такая желтая. Ну, да, желтая. Ой, да ничего, у меня соседи все время просроченные лекарства употребляют. А ты прям, боишься, три года срок годности, где три, там и пять. Ничего, все нормально. Прикинь, сейчас у меня отвалится мозг. Да я не думаю, что ты полтюбика хранила больше трех лет. А когда я красилась, вспомни, белая блядь. Ну, когда-когда. Ну, там. А, ну не больше, нет. На твоей квартире. Ну, два года назад, может. А может, даже меньше. Там у нас это, ляуженка в коробченке, не обращайте внимания. Так, все. Один к двум. Все, размешивай. Сейчас еще вот так оно стечет. Ой, девоньки, страшно мне, страшненько. Мам, пожалуйста. Что? Смотри. Смотрю. А что, пожалуйста, тебе? На, быстрее размешиваешь. Конечно, тут. Медленно все размешиваю. Смотри, так и по жизни надо. Вот так все надо делать. Быстро по жизни. Иначе ничего не успеем. У меня сейчас все медленно. Кстати, кофточка. Я, как, медленный газ. Я медленный газ. Или быстрый тормоз. Или быстрый тормоз, или медленный газ. Да. Так что, начнем с корней. Корни покрасим. Так мы только корни покрасим. Просто с захлестом бери небольшие. Я поняла тебе. А там я уже заамульгуируюсь. Потому что я не нашла оттенка. И никто мне из продавцов сказать не может. Может, надо 10.81 брать. Или 9.81. Ну, это как бы темный уже. Ремонт этот. А у них что, нет вот этой раскладки, которую? Нижечку открываешь? Есть. Ты что-то там не увидела? Нет. А что я там увижу? Какой цвет получается в результате? От этого я знаю, какой цвет получается. Так они все темнее и темнее. 12 уровень, это один цвет. Это самый блон такой. Самый свет. Одиннадцатый или какой он там есть? Одиннадцатый вообще или нет? Он темнее. Десятка темнее. Девятка темнее. Затайдем. Я десяткой крашусь. Без всяких оттенков. Десять ноль у меня краска. Ну, получается, десятка работает на трех и полтора процентов. Ну, я не знаю, какая у меня там сколько процентов. Вот и я не знаю, мам. Понимаешь? Поэтому. В общем, девочки, вот теперь, чтобы вы поняли, да, что я имела в виду, скажите на будущее. Так, вот до мой оттенок. Ой, а я все бегаю, мотаюсь, хоть 20 минут сейчас посижу ровно, не двигаясь. Для меня это прям подарок. А то бы я сама себя красила. Представь, это не отдых, это снова движение. Понимаешь теперь, почему я тебя прошу, меня красить? Вот кого бы мне попросить, мне приходится самой себя красить, а мне тоже хотелось покайфовать посидеть. Ну, надо вот к тебе так делать прийти. Ну, приходи. Да. Ну, я же крашу девчонок, и тебя могу покрасить. Да мне проще самой намазать волосы. Понимаешь, мне просто, если я раньше длинные волосы черную краску красила и не боялась, что я вымажусь, что мне неудобно длинные волосы, я привыкла. То что мне сейчас короткие, да еще и белые, перчатки одевать не надо. Раз-раз намазала, боже мой, и пошла. Ну, что у тебя короткие, у меня длинные. Мне нужно вот там вот... У тебя же они не такие длинные, у меня были вообще какие длинные. Ну, я переживаю, когда новый оттенок, вот если сейчас будет этот, у меня оттенок нормальный уже, то я смогу себе коротень покрасить. Так, начать тебе зад красить или перед, что я не помню. Как хочешь, тут не важно. Я все время забываю, с чего я всегда начинаю. Как удобно тебе. Короче, с одной стороны, хорошо поэкайфовать сидеть, а с другой стороны, когда новый оттенок какой-то, особенно вот эта, знаешь, желтизна или не желтизна, я сзади не прокрашиваю. То есть, если я сама себя буду красить, я не прокрашу себе. Поэтому мне нужно оттенок сначала набрать, а корень я уже потом сама себе чуть что быстренько могу подкрасить. Что ты мне ухо красишь? Так, прям по уху. Так, не знаю, может сверху начать. Начинай. А потом сюда спуститься? Можешь. Или может отсюда начать? Можешь и оттуда начать. Я не могу понять, как мне лучше было бы. Как-нибудь уже давай начнем. Где-то там мой кофе стоит еще. Не знаю. Все, я в деле. Дэй, дай кофе маме. Маме кофе дай. Пожалуйста. Все, ребенок вырос, можно эксплуатировать. Пей. Спасибо, Машушка. Только по чуть-чуть. Хорошо, я подержу. Спасибо. Забоел? Да нет, просто еще не проснулась. Да нет. Спасибо, котик. Спасибо. Классно, кстати, удобно. Иногда там лежишь, дай пульт или там выключи свет. Налей водички. И так это приятно, когда... А он с удовольствием все это делает. То есть он еще не вырос до того, чтобы понимать, ой, не кая. Знаешь, там что-то это. Он всегда, ой, ему задание дали какое-то для взрослых. Он же любит все сам делать. И кофе сделать. Если бы я его научила, как делать кофе, он бы с удовольствием его делал сам. Просто там пока горячее, такое все, я переживаю. А так вполне можно научить. Он с удовольствием будет делать. И с удовольствием приносит. И улыбка такая, что он сделал большое дело. Чуть подрастет, потом уже хрен заставишь. Ладно, все, мы красимся. Потом увидите, когда он начнет темнеть, вы увидите, что он прям темным таким будет. Темным, холодным таким серым цветом. Насколько я помню. Так, мы сейчас прокрасили корни. Точнее, мама. Я сидела. Мама рассказывала мне про своего любимого блогера. Кто смотрит ее, тот знает, кого она любит. Мама решила мне протянуть еще расческой все, чтобы равномерненько там было. Хватило нам пол этого тюбика вообще. Даже еще осталось. Мы еще подмазали чуть-чуть. Ну, так, к длине, ближе. Вот. Я не помню, сколько сидеть, но минут 40-50. Я буду сидеть? Да, ну, 50. Много? Ну, обычно 30 минут, 30-35. Это если седина, тогда там 40, например. У меня есть пару седых. Ну. Нет? Мало? В общем, мама говорит, 30 минут и 5 минут эмульгации. Вот так вот. Ну, в общем, так и сделаем. Все. Сейчас мама прочешет чутка. И поедешь, да, уже убежишь? Да, поеду. Что, мы сейчас кошку пока соберем. Ну, да. В путь дорог. Я еще с ней не ездила. Сейчас будет орать в такси, наверное. Ну, да, она чуть поорет. Не обращай внимания. Можешь успокаивать ее. Лишь бы таксистом. Ну, хорошо, что недалеко ехать. Ну, да. 5 минут потерпит. Хорошо тебе, когда мама тебя расчесывает, да? Когда мама чешет. Что-то я сижу, да. Я даже боль готова терпеть. Лишь бы самой себя не расчесывать. Ой, хочу уже скорее зуб сделать. Хочу скорее боталотоксин зафигачить. Правильно я говорю? Боталотоксин. Мне захотелось сказать не ботокс, как простонароднее, а боталотоксин, ботокс, мак. Разгладится мое личико, уйдут морщинки. Ты снимаешь, да? Да. А что тебе нигде не показывают, что снимаешь? Красное вот здесь и вот здесь. А оно не пикает, не мигает? Не пикает, не мигает. Беспалево такое снимать начинает. Вот, и мне кажется, я такую красотку буду. Зашибись. Так, ну все, моя красотка. Красотка ты моя. Да? Да, я покажу сзади, что там у нас. Сейчас покажу. Она моя. На-на-на-на-на. Моя-моя. Уголы и радости. Все прокрасили везде. Все везде прокрасили. Но оно потемнеет еще? Я вам покажу, как оно потемнеет. Что там реально никакой желтизны не должно быть. А почему оно должно потемнеть? Потому что краска, она с пигментом сереньким. И оно, ну как бы, поняла, желтизну убирает. И оно прям темнеет. Оно такое прям, даже какое-то фиолетово-серое. Так, ну ладно. Я думаю, само, мое дело было намазать, а ты уже сама проследишь. Да, да. Я бы просто вот как-то протянула, чтобы по-моему... Сейчас слезы пойдут. Равномерно, чтобы было. А это я уже водичкой сделала. Все, прощаться будешь? Да, все, девочки, я ухожу. Спасибо, мама Чоли. Слушайте, девочки, то ли я не помню, как эта краска, но я сейчас смотрю, и мне кажется, что она не так потемнела, как должна была потемнеть. Мне кажется, она сейчас вот просто такого же цвета, как вот моя длина. А должна была потемнеть и похолоднеть. А когда смываешь все, то нет никакой желтизны. Что-то я переживаю, что будет на моей голове. Чего я красная какая-то? Не пойму. Холодный свет, а я красная. Загар проявляется, наверное. Короче, прошло, знаете, сколько минут прошло? 40. Я пойду сейчас проэмульгируюсь буквально там чуть-чуть. Но что-то мне не нравится. Может, она реально просроченная и не работает? Проэмульгировалась. Закинула волосы сейчас наверх. Но ничего понять не могу. Смотрю вот просто и не могу понять. Ну, вроде не должно быть желтизны, видите? Вроде какой-то цвет, вроде нормик. Что-то я так переживаю. Еще, короче, 3 минутки вот так посижу. И все, и пойду сушиться. Так, ну что, мои хорошие, я помыла голову. Наблюдаю все, не могу понять. Ну, вроде бы, не знаю, вроде бы особой желтизны нет у корней. Вроде бы такой цвет, то есть он такой желтоватый, но такой цвет, который при высушивании не будет никакой желтизны. Я очень надеюсь на это. Я переживаю немного. Так, снимаем. Ну, на мокрые волосы обычно не смотрят, но я люблю посмотреть и на мокрые волосы, чтобы примерно предвкушать. Видите, нет особой вот никакой желтизны на корней, на корнях. Видите? А это если при мокрых так, то когда мы высушим, они вообще должны быть светленькие, светленькие. Ну, и цвет такой немного получше стал. Так, у меня спрей здесь. Я воспользовалась шампунем и бальзамом. Дэн, подожди, не включай, да? Я досниму, пожалуйста. Я воспользовалась шампунем и бальзамом. В принципе, это вы можете посмотреть все в моем прошлом видео украшивания. Вот такой вот спрей для блондинок я использую для того, чтобы просто вот так вот кончики... Ну, потому что я люблю всякие разные спреи. Так. Волосы всегда люблю, чтобы они были в чем-то. Мне вот нравится. Вот. Потом расчешу, чуть-чуть подсушу и уже такое вот масло органы, масло чи я наношу на кончики. Девочки, подсушила корни. Вообще они шикарные. Посмотрите. Вообще ни капельки нет желтизны. Какой-то такой, знаете, немного прям прибитый. Прибитый желтый. Ну, я имею в виду, как будто желтизна была и его прям чем-то припудрили, знаете, и все. И желтизны нет. Очень красивый цвет вообще. Так, по длине только я еще мокрая. Давайте нанесем, расчешем сначала. Так, беру свою расчесочку для мокрых волос. Я, во-первых, расчесала изначально, перед тем, как сушить. Боже, я так кайфую. Я так хотела этот цвет. Все-таки. Ну, сейчас по длине еще посушим. Не до конца понятно, по длине заэмульгировалось оно все-таки или нет. Потому что я подержала совсем чуть-чуть. Вот, растираю вот так маслице и по кончикам вот так прохожусь. Я на влажные наношу, потом посмотрю по состоянию, нужно ли еще чуть-чуть на сухие нанести. И иду досушиваю до конца. А так они вот мокрые, видите, еще. Только по кончикам. По кончикам. По кончикам, да. По кончикам. Все, пошла досушу. Ну что, мои хорошие, все, я высушила. И я полностью довольна. Посмотрите, у меня отсюда даже как будто у меня немного отросшие корни. Мои, холодные. Видите, оттенок такой. Он нифига не желтый. Пусть он лучше будет такой, более натуральненький, серенький какой-то, но не желтый. Обалдеть. А вообще я не вижу вообще границы. Настолько круто этот цвет, да? Тебе нравится, Дэнь? Да. Мам, волосики какие. Классные. Давайте сзади посмотрим. Красивые. Ой, ты тоже чик-чик сегодня, да. Так, смотрите, сзади. Класс. Класс. Я вообще очень довольна. Вот такой оттенок натурального блонда мне нравится больше, чем предыдущий. Просто шикарнейший. Шикарнейший блонд. Кстати, майку в этой майке я и красила в прошлый раз. Она у меня вся такая уже для окрашивания специально. Короче, я прям довольная поеду. Остались маленькие нюансы моей внешности, которые я бы хотела чуть изменить. Да, это зуб сделать, да, и лицом подровнять. Ботокс, короче, я мечтаю сделать. Я ни разу его еще не делала, очень хочу. Вот. Ну и все, я буду идеальной конфеткой. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось. Красочка, еще раз повторюсь, 1281 лонда. Если она просроченная, на ней не было никаких опознавательных знаков. Я не знаю, когда я ее покупала. Ну, то есть я помню, что, может быть, ее два года назад купила. Может, полтора. Но у нее же тоже был уже срок. Поэтому вполне возможно, что она была просроченная. Жалко не угадать все это, да? Ну, расскажите, кстати, как вы относитесь к просрочке. Потому что вот мама мне сказала, что те знакомые ее, которые могли пить лекарство просроченное, они считают, что сроки годности ставят, ну, как бы, ставят, как бы, их должны ставить вообще по ГОСТу, да? И что-то еще какая-то причина. А, а еще вторая причина, это чтобы срок годности заканчивался, и люди шли и покупали следующее. Ну, поняли, что в конвейер шел. Вот такая тема. Напишите, что думаете по этому поводу вы, и что думаете по поводу, понятно, еды просрочки. Это ясно, мы там нюхаем, оно все просрочено. А что вы думаете по поводу просрочки химии? Такие, как шампуни, мыло, краска для волос, может быть, тушь, тональное средство, может быть, что-то такое. Хотя лицо. Ну, в общем, напишите. Мне будет интересно почитать. Все, я вас люблю, целую, просчасть до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok